И всем привет, с вами я Александр Сучков, и в этом видеоролике мы играем в Hello Neighbor Alpha 4, и сегодня могу вам опять проверять баги. В прошлом видеоролике было что-то очень страшное. Я нашел это под одеялом, и на той кровати, которая есть у соседа, которая находится на... извиняюсь, я так сделал, я специально его искал. В общем, у соседа есть кровать, специальная кровать где-то на том этаже. Я кого-то там выпустил, то есть как выпустил, я просто там посветил фонариком, и я увидел кого-то, точнее, на несколько секунд я кого-то увидел. И этот кто-то перевернул меня, и в общем, ну как, перевернул, чтобы я его не видел, и были страшные звуки. И после этого я там никого не видел. Кто это был? Вот пересмотрите тот видосик, пожалуйста. Я вот, единственное то, что я там заметил, это что-то было белое, что-то такое. Было два ярких каких-то белых штук. Так, иди сюда. Не надо тебя убрать отсюда, а то ты мне будешь мешать. Иди сюда. Иди сюда. В общем, да, это было что-то нереальное, это было что-то очень страшное. То, что объяснить вообще никак нельзя. Надеюсь, это только появляется ночью в самой игре, я не знаю. Давайте проверим, потому что теперь я всем буду рассказывать друзьям, потому что в Hello Neighbor есть такая вот такая хрень, страшная, реально страшная хрень, которая пропадает в тот момент, когда мы на нее посуметь. Но это еще не вся концовка, потому что я еще не заходил в сам подвал, это довольно-таки сложно, я еще не нашел специальные ключи, не открыл дополнительные двери, поэтому... Ты куда убежал-то? Давай, иди сюда. Будем тебя загонять туда. Не надо ко мне подходить. Не, подбегай ко мне! Давай, давай, давай. Еще! Ты что, дебил? Ты дебил? Давай, давай. Нет, не сюда. Туда иди. Уходи. Отсюда. Соседушка. Затлой ты наш. В общем, ребята, вот то, что вы говорили, что там соседушка кого-то убивает, там что-то делает, нет, сосед такой хренью не занимается. Мне кажется, у соседа в доме какие-то ненормальные вещи происходят. Хотя у нас сосед одется в хорошую одежду, веселый, и похоже, что он какой-то клоун. И то, что там были серии про каких-то братьев, соседа нет, это все неправда. Правда в том, что у соседа в доме появляется какая-то, в общем, такая непонятная штука, которую я просто объяснить не могу. Потому что то, что я увидел в прошлом видеоролике, изменило все у меня вообще... Вообще то, что я думал об этой игре. Потому что то, что я увидел, это вот изменило все вообще отношение к этой игре. И я теперь жду реального релиза этой игры, никакой не альфы версии, а именно беты версии. Какой беты? Я просто жду релиза. Надеюсь, там что-то обновить, что-то сделать интересное. Но пока что давай здесь закинемся сюда, потому что это было что-то нереальное. В той части можно это реально увидеть. Потому что это серьезно, очень страшно. Мне было реально тогда очень страшно, и поэтому закончил видеоролик. Потому что, я не знаю, как это объяснить, но это было очень офигенно, если честно. Так что я не знаю. Ребята, хотите верьте мне, хотите нет, но я вам говорю правду. И то, что там происходит у дома соседа, это что-то ненормальное. И, наверное, у соседа кто-то думает, что все-таки живет какое-то, может, что-то такое нереальное. Ну, как, например, в President Evil 7 живет Эвелин или что-то типа того. Но я не знаю, как это объяснить, как вам это рассказать. Но вот мы выгнали, походу, соседушку. Туда, куда надо. Это не точно. Куда ж ты соседушка улетел? Ребятки, ребятки, ребятки. Вы выгнали соседушку. И этим я, наверное, закончу наш видеоролик. В общем, всем спасибо за просмотр. С мной я, Александр Солчков. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Бас, пишите комментарии под видео. Всем удачи и всем пока. Ну и не забывайте подписываться. Да, не забывайте подписываться. Точно. Не забудьте. А то забудете еще. Подпишитесь на канал. До новых встреч.